ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пацаны с нашего училища, как сказать, семья, вместе держимся. Мы к ним приехали, потом они к нам приедут, поддерживаем друг друга так намного легче. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Эмоции переполняют. Когда руководитель приходит, они мне об этом сказали, что это им тоже помогает. Но я готов с ними здесь постоянно находиться, со всеми спортсменами, быть рядом. Если я этим помогаю, это здорово. Это практически дерби. Москва против Санкт-Петербурга. Две столицы. Я уверил, что я выиграю этот турнир. Все верили в меня. Лежала такая ответственность на меня. Я никак не мог подвести свое училище, так как был здесь директор. Скажи, пожалуйста, знал ли ты своего соперника? Да, очень давно я его знаю. Всегда за ним наблюдал. Я был очень рад, что я взял реванш. В 2021 году я проиграл ему на переходной России. Я должен был взять реванш. Я взял реванш и меня очень сильно обрадовался. Он как-никак чемпион России, чемпион Европы. Как вы готовили наших ребят? С каким настроем они вышли? Эхологический настрой зависит от того, как ты много объем выполнил или нет. Объемы, которые мы давали, и функциональную, и техническую, и варианты тактической отработки. Она все выдает в сегодняшних боях. Но еще раз говорю, что это контрольные бои для главных, больших соревнований. Попередница России. Ну вот здесь, допустим, Ангалан выиграл первого номера сборной страны, чемпиона России, чемпиона Европы. Так что мы не отстаем и будем быть еще выше. Наши двое боксеров смогут завоевать еще золотые медали. Верим в Тимура и в Артема. Вообще оба мальчика воспитанные, дисциплинированные и умеют выполнять большой объем работы. Это не каждому давно. Потому что есть талантливый парень, но как объемы начинают, скажем, ой, болит или что-то, или обманывать. Вот, что я неприемлемый, скажем, так мне с тобой неинтересно работать. А эти двое работают, на самом деле работают, чтобы преодолеть своих соперников. Соперники у них сильнейшие, значит, у Дубины соперник будет первый номер сборной Москвы, а у Кукошкина будет победитель Санкт-Петербурга, призер первенства России. Так что будем воевать. Сначала я его привел в ГУШУ, он занимался единоборцами. Потом увидел вид спорта бокс, где надо думать головой, не ногами, добиваться спорта хитростью. Ну, пошли мы в бокс, и так начались успехи, успехи, успехи. Так мы там и задержались. Почему Тимур выбрал именно наше училище? Ну, я всегда хотел, чтобы ему прививали волю, силу, дисциплину. Ну, как у вас говорится, кузница олимпийских чемпионов. Я думаю, это подтверждает результаты наших боксеров на турнире выступать. Я думаю, они будут радовать и радовать. Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляем вас с победой, Тимур, тебя в первую очередь и твоего тренера. Расскажи, пожалуйста, как ты готовился к финальному бою? Готовился. Смотрел, просматривал своих соперников, анализировал их действия. Боксер у нас уже опытный, уже прошел много боев. Основная была проблема настроить его против высокого боксера. Значит, нужно было очень жестко работать по корпусу, с которой задачей он справился, считаю. Не все получилось, конечно, что мы задумывали, но в основном, говорится, результат достигнут. Остальное как бы получится. Будем работать. Есть нам много над чем работать. Это только начало пути. Тимур, скажи, пожалуйста, знал ли ты своего соперника в финальном бою? Может быть, встречался с ним уже где-то? Да, я с ним встречался два раза в этом году. Сначала на переходной России, а потом на первенстве России. И два раза его одержал победным. Какие дальнейшие планы, к чему будете готовиться? Может быть, какие-то соревнования ближайшие будут? Ну, у нас включен состав сборной России. Уже с 9 октября они выезжают в город Сочи в составе сборной России. И будут готовиться к всероссийским соревнованиям. У нас будет и кубок Никифорова-Денисова, 5-6-й год. И у нас первенство России и международные соревнования. Думаю, что в составе сборной России он тоже нас покажет хорошие результаты. Ты дошел до финала. Ты выиграл финальный бой. Расскажи, как ты готовился к нему? Я готовился в МСОРе номер один. Тренировался с тренерами Вагифом Шириновичем и Юрием Анатольевичем. Усердно тренировались, стояли в парах, проводили спарринги. Знал ли ты своего соперника? Да, я к нему был готов. Перед этим я просмотрел его бой. Мы с Вагифом Шириновичем и Юрием Анатольевичем обсудили тактику ведения боя. И я показал ее на ринге. После боя я испытывал большие эмоции, я испытывал очень большую радость. Я был очень рад этой победе, потому что я шел к ней очень долго. Я очень старался выполнить кандидата в мастер спорта. И Герман Викторович подходил, поздравлял меня. Сегодня наши ребята приехали вас поддержать. Помогла ли вам эта поддержка? Рады вы были их видеть? Очень рад был их видеть. Мне очень помогла их поддержка. Особенно, когда они кричали «Синий вперед». Меня это очень подбадривало. И я шел, шел вперед, бил, бил и добился. То, что сегодня я увидел. Ну, молодцы ребята. Я пользуюсь лучшим. Хочу поздравить чемпионов этого замечательного турнира. Очень хорошо организованного, кстати. И престижного. А также и призера. Я думаю, что у нас будут еще успехи. Еще больше. Я считаю, что в училище созданы все условия. Замечательные условия. Именно и для бокса тоже. Чтобы растить вот таких спортсменов. Таких чемпионов высокого класса.